История о том, как появилась традиция праздновать Старый Новый Год на портале Культура.РФ Старый Новый Год пришел в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления. В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа – по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным. Его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве Вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в Россию. Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, главной целью всего проекта было установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления. Появился и необычный праздник – Старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Однако праздновали Старый Новый год не так масштабно, как ночь с 31 декабря на 1 января. Русское духовенство не согласилось с переходом на Новый стиль и не отказалось от юлианского календаря. Но это было не так важно для большевиков, которые уже подписали декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Старый стиль стал неофициальным. Сегодня Русская Православная Церковь до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране празднуется 7 января, а в католических государствах – 25 декабря. Новый год, а точнее новолетие, Православная Церковь отмечает 14 сентября. 1 сентября – по старому стилю, не от Рождества Христова, а от сотворения мира. В период светских новогодних праздников верующие держат рождественский пост. Непосредственно 1 января поминают святого мученика Ванифатия, которому следует молиться, чтобы избавиться от пьянства, недуг, винопития. Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать Старый Новый год существует не только в нашей стране. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января, отмечают Старый день Святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по Старому календарю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе – фестиваль Хэнгаллон. Он тоже означает наступление Нового года по юлианскому календарю. И в этот день дети могут каледовать, ходить по домам и получать сладкие подарки. В России Старый Новый год по статистике отмечают около половины населения страны, собираясь за праздничным столом. А целый ряд музеев и культурных организаций посвящает празднику тематические выставки. Как появилась традиция праздновать Старый Новый год?